Привет, Сын и Святой Дух! Всемирная радость Рождества Пресвятой Богородицы, но почему-то очень скромно и тихо. Никогда в церкви не бывает в этот день множество народа, никогда нет, увы, полного гора. Этот праздник празднуется сокровенно, тайно, хотя является двунадесятым, то есть одним из величайших двенадцати праздников, над которыми только Пасху. В этом есть указание, что Богородица рождается в тишине, сокровенном, неведомо для мира, но принесет радость всему миру, но какую? Только тем, кто возлюбит ее Сына и Бога и последует за Ним. на Голгофу и на Крест вслед за Господом и за Божьей Матерью, которая за Ним туда последовала. Вот для них это радость, которая наполняет подлинно душу. Радость неземная. Не надо ее смешивать с земной. В чем подноторели и научились современные православные христиане подменять духовную радость земной. А когда подмена, тогда и переименование происходит. Называют духовным, называют святым, церковным, православным, то, что не является таковым. Всякая земная, человеческая, душевная или плотская, не важно. Радость. Радость общения людей, радость застолья, радость поездок, различных подарков. Все мы понимаем, о чем речь. А вот духовная радость, она никак с этим не соприкасается. да, душевная радость, она законна и должна быть на своем месте, и даже больше того, она может быть знаком духовной радости. Вознаменовании по этому моменту. и прекращаем пост, и разговариваемся, но сама по себе она, дорогие братья и сестры, не имеет духовной радости, ничего общего. Нельзя говорить, что, например, трапеза является продолжением литургии. Это глупость и лужа. Ничто не является на земле продолжением литургии. Ни наша земная жизнь, ни наша земная трапеза, ни наши земные труды. Потому что литургия – это тело и кровь Господа, Иисуса Христа. Который Он заимствовал от причистой дел, плоть в очреве Твоем исткася, якобы червляницы, якобы греницы царской. И вот на этой высоте христиане должны стоять и черпать радость духовную, которая не имеет в нашей земной жизни, у нас под ногами, никакого основания. Она дается только благодатно от самого Бога. Сверхъестественно, а неестественно. Сверхъестественно. Как же она дается непостижимой. Она не отменяет скорби, духовную радость. Она не отменяет горе человеческое. Совершенно нет. и среди горя, и среди скорби. Она остается и только усиливается. Как говорит апостол, умножающимся во Христе скорбям нашим, испыточствовало и утешение наше. Чем больше скорби, тем больше утешения. Но нужно мужество, чтобы мужественно в уме, споем прежде всего, и в сердце рассечь. Мы не хотим рассекать земное и небесное. И в результате увы и увы, и церковь начинает пользоваться как земным способом. Некоторые как для ради развлечения от земных скорби. Некоторые ради не будем об этом простирать слово. Все мы этим грешны. мужества не хватает. Но где его взять? Оно дается алчущим и жаждущим правду. И таким дается утешение духовное, которое состоит ни в чем ином, как только в открытии нам грешни. Бог откровенно истинно, что слово стало плотью, Бог стал человеком. Вы своя при Иде, что он стал новым Адамом, от Девы Марии, приняв душу и плоть, и душой своей, и плотью своей, человеческой, подлинной, во всем подобной нам, кроме греха, подставил себе под расплату за наши грехи и исполнил на себе этой плоти, этой душой на кресте наказание. Праведный приговор божественного правосудия навел на себя невинный за виноватого, за всего Адама и за каждого нас и из нас подать. Таким образом, обезвредив нашу смерть, вырвав в нее жал, растоптав, поправ смерть к смерти. А вот этой духовной радостью попробуй-ка порадуйся. И тут никакие подмены не помогут. Изобразить ее невозможно. Инспирировать, так сказать, нет. Изобразить из себя верующим неважно перед миром или даже перед самим собой. невозможно. Такой человек всегда будет двоечником перед Богом. Он будет всегда делать не то, что надо и говорить не то, что надо. Хотя себя себе самому и очень многим вокруг будет казаться ведущим. Но та душа, которая оживает, оживотворяется, распускается, как будто он под солнцем орошаемой рассорой, радостью духовной, до которого доходит благовествие и Евангелие, что ты не умрешь, Христос за тебя умер. грехи тебе прощены не украли. Вот Божья Матерь за тебя молится, сама причистая. Такой человек на правильном пути и хоть и такие люди делают ошибки, но Бог их не оставляет, дает им покаяние и укрепляет в этой радости. Так что эту радость невозможно отнять, как говорит сам Господь Иисус Христос. И радости ваши никто же возьмет от вас, никто ее от вас не может похитить, тогда как земную радость похищает смерть, похищает болезнь, похищает ее человеческая подлость, предательство, ложь, вероломства. Люди отчаиваются, теряя свою земную радость. Дорогие братья и сестры, помолимся при чистой Богородице, чтобы нам грешно не потерять радость небесную, чтобы причистое смягчило наш ожесточенный отчаянный душ. с праздником дорогие братья и сестры, аминь. Аминь. м Elections м м м